всем салют дорогие друзья рад приветствовать вас на канале мега всековщина сегодня у нас обзор будет от китайского производителя xlg масштабе 124 и опять же тут у нас нигде не написано но автомобиль это будет toyota alfard v6 вроде бы как опять же довольно таки после предыдущего обзора на данного производителя захотела взять вот такой вот микроавтобус а почему бы нет таких тачку не вообще нет просто захотелось очень посмотреть на исполнение скажем так данного класса автомобилей в модельном ряде плюс опять же по предыдущему обзору на lexus качество мне показалось вполне себе достойным от данного производителя плюс качество плюс цена то есть выбор однозначно опять какой кайф выбор пал на данного производителя и даже вот на такую нестандартную модель скажем так микроавтобусы просто захотелось посмотреть что же это такое вот ну упаковочка как видите опять же та же самая тоненький тоненький картон спасибо хотя двойную пленочку наклеили хотя она особо не играет блестерок у него в принципе стандартный как и у предыдущей модели никаких никаких лицензий никаких упоминаний оригинальной марки только модельный ряд на задней стороне упаковки вот и кстати да я бы в принципе наверное еще бы тут я вижу что-то типа тойота ланд крузера вроде бы где-то мне попадался в принципе я бы наверное даже взял посмотрел и какой-нибудь возможно лимузин еще взял но от лимузинов не бентли не у таких я еще в продаже не видел хотя было бы неплохо получить 24 масштабе и такой лимузинчик даже от того же xlg и так убитую упаковочку уставшие очень здорово причем уже даже как он испанется на всякую ходу надеюсь пластиковые буфера вот эти смогли предотвратить повреждения автомобиля но давайте все достанем посмотрим поподробнее и так тойота альфард производитель xlg 24 масштабе что хочется сказать довольно таки неплохо выглядящий такой современный микроавтобус наверное все таки это микроавтобус с классными я бы сказал даже чересчур для такого автомобиля колесными дисками опять же покрышки нас резиновые ну и блин опять же по покрасочке здесь все отлично плюс необычный дизайн такого автомобиля и черный глянице принципе здесь выглядит очень даже неплохо хотя и данный автомобиль есть в белом свете но как-то мне показалось что в черном цвете микроавтобус смотрится гораздо лучше мне почему понравился больше вот такого опять же какие-то элементы у нас выделены так вот серебряным цветом что не может не работать опять же огромные задние габариты это прозрачные пластиковые красным красного цвета вставочки присутствует у нас горловина заправочного бака крышечка точнее опять же давно здесь инерционный механизм но он не висит здесь до земли он по факту есть но его как будто здесь и нет колеса классные ну и внешний вид у автомобиля довольно таки такой неплохой несмотря на то что современный да 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 опять же крупные такие зеркала заднего вида опять же сделано заодно с отливочкой дверной отдельным целом смысле одним целым вот и кстати данной модель довольно таки увесистый то есть возможно здесь просто металл потолще или просто металлических частей здесь больше так по передней части мы все очень и очень даже достойно выглядит радиаторная решетка такая классная причем выделена хромом тумбленк присутствует номерок тоже опять же фары сделаны прозрачной вставочкой внутри там хромом выделены сами элементы осветительные плюс наверное еще даже светодиодики стоят потому что у нас есть заглушка ну по передней части все довольно таки неплохо хотел на черном цвете все очень даже здорово сливается опять же вот эти вот что это габариты такие здесь выделены хромом не просто серебряночкой то есть смотрится очень и очень даже достойно по второй стороне здесь у нас все в принципе аналогично ничего все кнопка качества кстати все на одном уровне покраска классная то есть это черный глянец без каких-либо песчинок без какого-либо там скола развода то есть покраска здесь просто на 5 баллов но опять же как и в предыдущей модели зеркала у нас как бы есть но наклейчик таких зеркальных блестящих нет но в принципе я говорю уже что это никакая не проблема по задней части есть у нас до тойота даже в 6 альфард и номерочек опять же сделано хромированным ну тойота в принципе славится такими большими хромированными частями но здесь это прям воспроизводили довольно таки скажем так точно опять же огромные габариты сделаны прозрачными красными вставочками что не может не радовать и это круто вот опять же задняя часть у нас заднее стекло у нас тут полностью тонированный опять же это отдельной вставочкой сделано что бренды здорово в принципе дизайн у микро автобус такой необычный так по нижней части ну тут тут в данном случае довольно все примитивненько опять же есть звуковой модуль но никакой информации модели лицензии ничего здесь нет это опять же особенности данного производителя тут ничего не поделаешь только заглушка звукового модуля ну что есть то есть опять же кстати что хотел сказать по поводу вот этой дрянной упаковки которые она вся внутри раскрошилась и опять же вот где она контакт чего сверху на создает вот такие потертости их очень здорово видно я думаю их видно то есть она она просто царапают вот эту всю краску блин ну сделайте что-нибудь упаковка е-мое не знаю подиум какой-нибудь пластику прикрутить чтобы она не соприкасалась моделью потому что блин вот вроде бы все классно отличный авто но вот эти вот блин новые тачки их прям очень здорово видно эти потертости то есть они просто протирают краску ладно так что у нас здесь по функционалу у нас здесь открываются двери причем обратите внимание да дверь здесь ну микро автобус что вы хотите салон опять же у нас сделан таком в бежевом оформлении не буду говорить плохо ты хорошо говорится спорные возможное решение для кого-то в принципе тут это я думаю уместно салончик у нас ну простенькой простенький по детализации но тем не менее он есть блин только сюда толком не залезешь вот ну короче у нас две передние двери у нас очень даже стандартные а вот боковые у нас реально раздвижные хоть они не особо широко открывается механизм тут здесь сделан то есть как видите дверь съезжает и открывает нам задний ряд сидений ну да детализация простенькая сиденья простенькие но тем не менее они здесь есть и у нас раздвижная дверь как с одной стороны так и с другой вот это круто машин с таким функционалом у меня еще не было у меня вообще в принципе крафтопс таких не было вот но тем не менее салончик очень даже неплохой функционал вообще просто отличный на пятерку то есть понимаете да у нас полная открывашка опять же у нас здесь задняя дверь открывается но тут опять же так как у нас третий ряд сидений здесь у нас нифига ничего нет то есть но опять же сам функционал открывающиеся двери хотя тут в отличие от лекции то есть тут никаких этих порожков сделали здесь просто сразу видим задний ряд сидений кстати обратите внимание вот эти вот задние габариты красные они еще и то есть раздельным элементом сделано то есть и на двери часть сделано и часть остается на кузове то есть принципе наверное как в оригинале но это круто то есть тут у нас все открывашка плюс у нас еще естественно открывается капот хотя капот тут такой скажем очень маниатюрники ну и открывается он просто так же ну тем не менее какая-никакая детализация двигателя здесь присутствует что не может не радовать то есть функционал здесь вот вообще на пятерку исполнение в принципе тоже на пятерку здесь все открывается причем кстати вполне себе демократичная цена на данной модели это все в пределах там тысячи рублей в зависимости от магазина можно взять единственный главный минус данных тачек это их длинная упаковка которая портит просто очень даже классно модель ну давайте проверим все таки на всякий случай звуковой модуль но я думаю здесь все стандартненько кстати есть кнопочка которая здесь так сказать приоткрывает капот маленькая но она есть так ну что у нас здесь он звук у нас здесь наверно по нажатию до стандартных ну все по классике опять же приятное дополнение это то что у нас светится фара ну и звуковой модуль оставляет желать лучшего как обычно ну куда деваться как говорится хотя опции виде светящихся фар это прям однозначно классный плюс ну что сказать шикарный скажем так микроавтобус я в принципе модель не разочарован очень и очень даже классно выглядит очень даже классно все сделано единственный минус это хотя опять же повторюсь наверное возможно мне так не повезло с упаковочкой она может быть где-то там много много валялась на складе результате чего она в принципе вся и обтерлась на такой степени но не могу сказать единственный минус это вот эта упаковка опять же это не точно то есть а в целом производитель приятно радует качество отличное как исполнение как функционала так покраски то есть все очень даже неплохо и очень даже хорошо оставляйте ваши комментарии по поводу данной серии данного производителя возможно у вас есть какие-то модели данного производителя может что-то еще посоветуйте прям к приобретению я в принципе приятно удивлен что китайцы иногда могут делать такую классную серию модель оставляйте лайки дизлайки адекватная критика тоже приветствуется оставляйте ваши комментарии подписывайтесь на канал до скорых встреч увидимся